От 110 до 150 – это минимум рабочих, которые должны трудиться на стройке 11-й школы на Азорге. Сейчас на объекте работает 30-50 человек. Результат – отставание по срокам. Подрядная организация ООО «Аван» со своими обязанностями не справляется. Такой итог подвёл Леонид Бородолин на заседании Думского комитета. И несмотря на то, что подрядчик уверяет, что закончит в срок, администрация в такие оптимистичные прогнозы не верит. Напомним, очередной срок сдачи долгостроя – 30 июня. Я вижу здесь серьёзные риски по сдаче объекта. Работа, конечно, она ведётся, но очень слабо. Сегодня только я был на объекте в очередной раз, практически, бывая там через день. Я вот сегодня увидел всего 30 рабочих. Это никуда не годится. И спросить у ИТР не у кого было. Был наш сотрудник, который помогает им, сводит все производственные процессы. Были субподрядчики, которые наши саровские работают. На объекте субподрядчики активно выполняют работу по благоустройству территории. Установлены бордюры. Заасфальтировать территорию планируют за 5-6 дней. Забор практически установили. Большой пласт работы – внутренняя чистовая отделка. Они привезли двери. Они должны сейчас завершить все откосы вокруг окон и выходить на чистовую. Попутно, конечно, пришлось отдельные элементы реконструировать, которые были в связи с низким качеством выполнения работ. Разрешение на въезд дали около 90 рабочим. Из них на объекте сейчас 4 человека. Субподрядчики сами организуют рабочий процесс. Это уже вторая подрядная организация, которая срывает сроки работ. С 2019 года объект вела компания ООО «ТСК», договор с которой расторгли. На выездном комитете в апреле прогнозы были оптимистичными. Но подрядчик отмечал, что стройку тормозит некачественная работа предшественника, которую приходится постоянно переделывать. Халтура первого подрядчика или непрофессионализм второго – точная причина неизвестна, но результат плачевный. С большой вероятностью 1 сентября школа снова не будет готова к учебному процессу. Школа построена к 1 сентября не будет. И точка. Ну, мы для чего здесь собрались-то? Администрацию жули. Ну, с другой стороны, Леонид Борисович правильно себе сказал, что они разыграли конкурс. Пришел подрядчик. Подрядчик взял на себя обязательства по выполнению. В администрации только контрольные функции. Понимаете, как мы можем влиять? Никак. Все, что возможно, делается. Но если хотите услышать, то, скорее всего, ничего не будет построено. Ну, сдано, я имею в виду. И, скорее всего, это будет следующий учебный год. Один способ повлиять на ситуацию народные избранники все-таки нашли. И на заседании приняли решение обратиться к губернатору Глебу Никитину с просьбой помочь в активизации строительства 11-й школы. Я поддерживаю то, что говорили коллеги насчет обращения к губернатору. Но нужно стесняться называть эту ситуацию чрезвычайной. У меня такое впечатление, что такие объекты значимые срываются только в нашем благословенном городе. Где-то еще срывают сходу на объекты. Если нет, то это ЧП. Письмо подготовят к заседанию Думы 29 ноября. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.